В первый день соревнований заместитель председателя правительства Ольга Голодец и губернатор Кубани Вениамин Кондратьев побывали на площадках, пообщались с экскурсоводами и экспертами по компетенциям. Отвлекать конкурсантов во время состязаний запрещено. На чемпионате представлено 113 рабочих специальностей. Это и кондитеры, и пекари, парикмахеры, флористы, средний медперсонал, ювелиры, водители, виноградари. Всех и не перечислить. Как отметил глава региона, в павильонах представлены именно те рабочие специальности, которые сегодня необходимы краю. Первичное звено, это вот те, которые работают в поле непосредственно с виноградом, рост дефицита, вот этих вот профессий, которые сегодня востребованы вместе с ростом виноделия и виноградарства в нашем регионе. Конечно, поэтому мы заинтересованы в том, что пришли специалисты этих профессий, именно уже непосредственно винодельческие предприятия, винсовхозы. На пятый национальный чемпионат в Краснодар съехали студенты и эксперты, со всего мира, около трех тысяч человек. Не меньше в павильонах и школьников, которые приехали посмотреть на соревнования и, возможно, определиться с будущей профессией. Как отметила Ольга Голодец, наша страна принимает участие в чемпионате с 2012 года. И спрос на представленные профессии высокий. В любой отрасли нужны профессионально подготовленные кадры. Заметное изменение материально-технической базы. Новейшие технологии применяются во всех профессиях. Мне хочется отметить особенность этого фестиваля, этого чемпионата. Большое количество школьников. К какому бы стенду мы не подходили, мы всегда встречались со школьниками, которые приехали из разных уголков края, прежде всего. И это серьезный импульс для развития экономики. Экономики и Краснодарского края, и экономики России в целом. Если мы говорим о будущем, в целом нашего края, региона, о будущем его экономики, конечно, она начинается с той самой рабочей профессии, которая сегодня представлена в этом огромном павильоне или павильонах. И сегодня молодые люди должны найти себя. И если они не успеют, значит, они могут опоздать вот в этой динамической, динамичной жизни реализоваться. Уже на пленарном заседании, которое прошло в рамках чемпионата, отметили, чтобы стать конкурентноспособным на рынке труда, необходимо овладеть как минимум двумя специальностями. Участие в дискуссии приняли вице-премьер России Ольга Голодец и губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Он отметил, на Кубани существует нехватка подготовленных кадров в агропромышленном комплексе и курортной отрасли. Для успешной экономики нужно повышать престиж рабочих профессий. Сегодня молодежь снова должна поверить в то, что рабочий или просто специалист без даже высшего образования, он очень востребован в реальном секторе экономики. И высокооплачиваемый специалист. Вот в чем вопрос. А сегодня как бы то традиционное мнение о том, что диплом о высшем образовании позволяет тебе решить все проблемы в жизни, конечно, еще устойчиво. Поэтому мы должны развернуть эту психологию и диплом профессионального технического училища. Диплом колледжа позволяет тебе в жизни быть устойчивым и успешным. Вот что очень важно сегодня. Молодежь должна снова поверить в то, что быть поваром, быть механизатором, быть водителем трактора, быть водителем комбайна, то есть это тоже престижно. Может ли такой труд приносить успех? Да, без сомнения, может. Сегодня обладание хорошей компетенцией – это самый верный путь к успеху для любой семьи. И мы должны такую возможность дать нашей молодежи нашим детям, потому что в основе успеха лежит очень хороший, выверенный, правильный, профессиональный подход к обучению. И мы очень много работаем с коллегами для того, чтобы выверять и развивать компетенции. Говорили и о том, что в России необходимо развивать систему непрерывного образования для тех, кому за 30. Современный рынок труда быстро трансформируется, и специалистам всех возрастов важно адаптироваться к новым условиям.